МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Хвалючая пытанья и допомога у их выражения. Старшин гомельского облаканка Магинац Соловей сегодня провел прием грамадян у Хойниках. В памяти охвяр спаленных вёсок в Светлогорском районе распочалося створение мемориального комплекса. Як пожилым людям застерахчись от коронавируса, рекомендации дав головный позаштатный героятор в области. А зараз об этом меньшим, больше подробязно. Старшин гомельского облаканка Магинац Соловей провел у Хойниках промую телефонную линию и прием грамадян. Причем люди не только огучивали уластные проблемы, но и выказывали коллективные просьбы. Многие пытания, огученные подчас промой телефонной линии, вращаются оперативно. По доручении старшин гомельского облаканка Магинац Соловей на место выезжают специалисты, которые удокладняют все нюансы. Больше складанными изъявляются проблемы, которые потребуют значных финансовых укладаний. У приватности размовая дзе об просьбе гораджан про будовництво у Хойниках бассейна. Вероходной крыницей необходных сродков может стать державная чарнобыльская программа. Заразу я ей рамках у Хойниках вядзется капитальный ремонт хирургичного корпуса Центральной районной больницы. Что тычется бассейна, то и он может быть унесены у новую программу, реализация якой почнется у наступным годе. Старшиня облаканка мазгодный. Гэта объект тут, саправды, потребный. Але побудовать его худка немагчима. Будем решать. Я всегда стараюсь свои слова держать. Все будет зависеть с метной стоимости. Мы прекрасно понимаем, что деньги. Мы смотрим с аккумулиром что-то. Больш подробязный материал глядите у наших выпусках завтра. На территории былой везки Алла Сетлогорского района распочалось и створение мемориального комплекса. И он станет местом памяти и проспаленные уходы войны везки. 14-го студеня 1944 года тут загинули 1758 мирных жихаров. У 12 разов больше, чем у хатыни. Об охвярах стало вядомо практически сразу после вызволения этой территории напрямую студене 1944 года. Но по некоторых причинам протягив часа, чтобы их не узкаться. У Алеппы побывали наши корреспонденты. Одным из первых идей у будавництва мемориала увез Саала агучил светлогорский краязнавший поэт Изяслав Котляров. И он же унес и первые сродки на реализацию проекта. А прожатого по его инициативе летось у районе провели тематичный пленер зуделом белорусских скульпторов, членов Союза Мастаков. Со шматонных каменев яны зарабили 10 композиций с символичными назвами. Плач, молитва, память об опошнем дни, спаленное сердце Аллы. Будавництву мемориала – это не только захование памяти об минулым, это проявление лепших духовных якостей людей. Я думаю о том, что если люди не помнят своего прошлого, то у них нет и будущего. Будущее очень зависит от прошлого. А забывать о том, что был фашизм и каким он был, это было, есть и будет преступлением. На пиратодне Великой Айчинной у Алле проживали 168 человек. Зимой 43-44-го эта территория оказалась в прифронтовой полосе. В связи с тем, что Алла находилась в глухой местовости, сюда пришли беженцы за 11 вёсок – сущасных Светлогорского и Жлобинского районов. У Снежни 43-го некто забил двух оккупантов, каля размещанного на узкрайку моста. Его решетки захавались до нашего часа. Каля трех тыдня уже гарыхавались в лесе, боялись, что спалять. Ранницы из 14-го студеня вернулись в домы. Прознекольки годин сюда пришли карники. У Светлогорским районе об этой трагедии памятали заусёды. Для мясовых школьников организовывали экскурсии. Правда, в связи с практически полной отсутностью дорог трапить сюды было непросто. А про шатаго у вёсках жили люди, які яшы памятали об падеях студеня 44-го. Некольки человек сдолили вырытаваться, хоть рассказывали об тым неохвотно. Настолько тяжко было, на вот празд 10-ю годзи узгадывать об пирожитом. Отряд был очень большой, около тысячи немцев. И поэтому крикнули, что немцы идут. И кто смог, мы стали убегать в лес, чтобы спрятаться. Среди этих людей ещё был и мамин двоюродный брат Создудич, Селивончик Николай. Как получилось, что тоже он бежал, он был самый маленький. И немец насквал его овчарку, догоняет овчарка его, раз лапами, он падает на снег, подхватывается. И так несколько раз. Он только смог спасти, потому что немец пожалел не его, а пожалел свою овчарку. Сегодня у аллеи дебу давниства мемориального комплекса. После подрыхтовки территории начались бетонные работы. Зараз тут працуют некольки десятков человек и необходная техника. Основные работы ведутся на так званой Галонной улице, до женёю амаль 300 метров. И она выходит на братскую могилу. Минавито тут похаванные 1658 мирных жахаров и 1020 загинувших при вызволении района червонармейцев и партизан. 1020 воинов и 1758 мирных жителей. Это ли не самое трагическое место в нашей республике? Наверное, всё-таки здесь. Нам хочется, чтобы это место было обозначено краснолистыми, дикорастущими яблонями. Вы только вдумайтесь, как судьба могла распорядиться. Есть сорт этих яблонь, которые называются «Ала». Как плануется, открытие мемориала отбудется напереды дни 75-й годовины «Перамоги». Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. Фотодокументальная выстава «Украина в другой сусветной войне» открылась у кинотеатра «Имя Калинина» у Гомеле. Она проводится под эгидой посольства Украины и Гомельского облыва Конкама. До этого она экспоновалась во установах культуры в Минске, Бресте и Витебске. 45 пластиковых планшетов размещают фотосдымки и документы, которые рассказывают о подвиге народа и стратах, которые понесла Украина по час войны. Было знищено больше, как 700 городов и 28 тысяч вёсок. Разбурено свыше 16 тысяч предприемствов и 18 тысяч медицинских установ. Больше, как 10 миллионов жихаров застались без домов, тяжелее в разбуренных будинках. Кожен другий украинский воин не вернулся додому. Загинули 5,5 миллионов мирных грамадян. 6 миллионов украинцев сражалось на фронтах Великой Отечественной войны. Итогом стало награждение более 2 миллионов человек орденами и медалями. А более 2 тысяч – тоже твердое второе место по числу героев Советского Союза, которые отличились. Для нас это важно и значимо, потому что очень многие герои, уроженцы Украины, они напрямую связаны с нашей областью, нашим городом. В экспозиции так само фото героев войны. Один из них – знакомитый летчик Иван Кожадуб, який с действием 330 боевых вылетов и сбил 64 самолеты. Знайшел от люстрования и материнский подвиг. Иудаке Лысенко отправила на фронт 10 сынов. Усеяны прошли дорогами войны и вернулися додому. Не поддаваться панице и выполнять меры профилактики. Особливо, это тычется людей пожилого взрослого, которые в наибольшей ступени схильны до ускладнения при заражении коронавирусом COVID-19. Самая высокая сморотность для людей старейших за 65 годов. Про то, как избиратель родных от захворения рассказал галонный героятор Гомельской области Олег Иванцов. Пожилым людям рекомендуется обмежевать встречи с детьми и унуками и заставаться у самоизоляции. Пожадано проводить час дома, позбегать поездок у громадским транспорте, наведыванием магазинов и поликлиник. У выпадку недомогания неоткладно выкликать урача додому. Коли у зникает острая необходность у наведывания громадских местов, обовязково носить оховные маски, мыть руки и опрацовывать их дезинфекционными сродками. Профилактические меры дейничают и областным шпиталей инвалидов айтшинной войны. У нас введен режим ограничения. То есть все пожилые люди, которые находятся на лечении, они продолжают лечиться. Мы ограничили немножко госпитализацию. Не так много пациентов госпитализируем. Освободили около 80 коек. Резервировали того, чтобы на случай вдруг понадобятся места для госпитализации. И мы очень рекомендуем всем родственникам, которые есть, общаться с нашими пациентами. Лучше по телефону. Как-нибудь так дистанционно, не навещать в это время. Потому что мы ограничили посещение родственников наших пациентов. Особливость коронавируса – великий инкубационный период. Прыкметы хворобы могут проявиться только на 14-й день. До того же молодых людей она может пройти бессимптомно. Тому навод здоровый с выгляду человек может быть носьбитым вирусу. Тому пожилым людям чем лепш застерахчийся от контактов. У магазинах, гандлевых центрах и объектах громадских охарчеваний регионов смоцнили проведение дезинфекционных мероприемствов. Такие рекомендации распрацеваны органами санитарного нагляду. Специалисты клининговых служб у частей извычайных проводят опрацовку спецротками по верхню, до яких покупники докранаются частей за усё. Во многих гандлевых кропках зявились дозаторы с ваткостями для рук. Особливая увага надается стану здоровья персоналу. Мониторинг проводится что день перед початком працы. Если человек себя, скажем так, не совсем хорошо чувствует, повышенная температура, есть какие-то признаки заболевания, то принимается решение о том, чтобы он обращался к врачу и он отстраняется от работы. Товары, которые ранее покупник мог отбирать самостойно, зараз будут реализовываться уфасованным выглядем. С понеделка по пятницу у Хомеля працуют гаражные телефонные линии по пытаниях коронавирусной инфекции. Телефоновать можно Уголовное управление Оховы здоровья облаконкам по номеру 503204. Так само свои пытания по телефоне можно задать специалистам областного центра гигиены на эпидемиологии и громадского здоровья. Нумер для совести 75-70-56. Перед початком дачного сезона владельники участков приводят территорию в парадок и нередко становятся виновниками пожаров, которые могут знищить домы и навод привести до гибели людей. Про это сегодня шла разума на брифингу с уделом представителей МНС, инспекции природных ресурсов и новокольного осяродия и городского центра гигиены и эпидемиологии. Сгодно с законом, на присядебной территории можно разводить вогнища або размещать мангалы только у безветренной надворья при умове постоянного контроля за горением и наявности сродка утушения. При этом вогнище треба размещать на отлеглости не меньше за 10 метров от будинка, 20 метров от леса и 30 метров от соломы. После вогнища треба затушить до полного спинения тлення. Выпаливать сухую рослинность и траву категорично заборонено. Это знищает экосистемы и карается штрафом. Хорошо, если даже этот участок как-то локализуется и держится под контролем этого землепользования. Но обычно на практике коллеги с МЧС подтвердят, что оно все переходит за рамки этого земляного участка и тогда подвергается огромной площади горению и тогда ущерб вообще колоссальный наносится. Потому что в любом квадратном метре этого надплощечного состава мы понимаем, это не только трава. Там живет множество насекомых, множество на сегодняшний день уже птицы свои гнезда бьют. Небеспеку так само проставляют завалы сухого сметча и запущенные территории. Усе ведают, что одна шклянная бутылька и промяне солнца могут выкликать пожар, однако протягивают покидать сметча после отпочинку на природе. Для выявления небеспечных участков санитарные и природооховные службы проводят рейды и выдают рекомендации субъектам господарения. Коли за тыдень не ликвидовать порушения, можно трымать штраф до 30 базовых величин. Все лето только у Гомеля складено 10 таких протоколов. Поведомить об захламлениях або у сгораниях можно у МНС по номерах 101 и 112 або у инспекции природооховы. До 16 градусов тепла чекается по паудні Беларуси 19-го соковика. У нашем регионе у четверг будет воблачно с прояснениями. У день опадков не прогнозуется, а у вечера макчимы короткочасовые дожди. Ветер чекается пауднево-заходне с переходом на полношно-заходне 5-10 метров за секунду. Температура поветра у ночи складе от 3 до 5, а у день от 10 до 13 градусов тепла. У наступные дни похолодая. Раница и пятницу макчимы мокры снег. На выходных адмовные ночные температуры. У день будет от 2 до 6 тепла. Гэты, а так сама иншая новины и информацию об проектах телерадуя компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.тьвергомел.бивай На гэтым выпуск завершен Усяго доброго и до новых с устречу эфиры. Де факто на телеканале Белару 4 в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В управлении Следственного комитета завершили расследование громкого дела о хищении продуктов питания из Гомельского комбината школьного питания. Раскрыты все нюансы преступной схемы и причастной личности. В числе фигурантов уголовного дела 27 должностных лиц предприятия и два индивидуальных предпринимателя. У каждого была своя роль. Заведующие столовыми ежедневно отправляли на склад комбината школьного питания заявки на продукты, но в документах количество учащихся завышали. Излишки оформляли липовыми накладными и оставляли на складе. Подложные документы подписывала завпроизводством, что и позволило соучастникам скрывать нарушения долгое время. Похищенное мясо, крупы, сахар, сгущенное молоко вывозил с территории комбината знакомый товароведа. Продукты сбывали по заниженным ценам, а выручку делили. В результате преступных действий фигурантов комбинату школьного питания причинен имущественный вред на сумму свыше 220 тысяч белорусских рублей, половина из которых непосредственно самими фигурантами и возмещена. Также на имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 230 тысяч белорусских рублей. По дозреваемым предъявлено обвинение в хищении продуктов питания в крупном и особо крупном размерах по статье 210 Уголовного кодекса. В настоящее время дело передано в областную прокуратуру. В Калинковичском районе посреди леса правоохранители обнаружили более полутора тонн спиртосодержащей жидкости. Находка представляет собой более 160 полимерных канистр емкостью по 10 литров. Внутри каждой жидкость с характерным запахом этилового спирта. Общий объем составил 1690 литров. Проводится экспертиза, устанавливаются обстоятельства появления канистр в лесном массиве. В Лоевском районе горел сено-склад. Огонь уничтожил 50 тонн сена. Столько же спасли благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников МЧС. В службу спасения позвонил прохожий. Он сообщил, что в деревне Переделка на территории молочно-товарной фермы горит сено-склад. По прибытию к месту вызова спасателей наблюдалось открытое горение сена. На складе находилось 100 тонн укоса прошлого года. Пожар локализовали и ликвидировали. В результате происшествия уничтожено 50 тонн сена и повреждена кровля склада. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Вероятная версия неосторожное обращение с огнем. ГАИ Гомельской области начала большую проверку маршрутных такси. На дорогах региона совместную работу проводят сотрудники ДПС, транспортной инспекции и представители Гомель-облпассажир-транса. Проверяется исправность автомобилей, состояние резины, наличие аптечки, график работы и отдых водителей. Особое внимание соблюдение правил дорожного движения. Согласно статистике, в 2020 году на территории региона произошло 3 ДТП с участием маршрутных такси и все в Гомеле. В результате трое пострадавших. Мы хотели бы обратить внимание именно на грубое нарушение правил дорожного движения. Это нарушение правил проезда, пешеходных переходов, перекрестков, сигналов регулирования, количество перевозимых пассажиров именно те нарушения, которые влияют на аварийность. До конца марта ГАИ Гомельской области будет проводить рейдовые мероприятия с применением негласного и смешанного контроля. В планах обсудить итоги проверок с индивидуальными предпринимателями, которые являются владельцами маршруток и работодателями водителей. Это была последняя информация выпуска. Следите за происшествиями Гомельского региона вместе с Дефакто и оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Чемпионат Беларуси по волейболу берет паузу. Таково решение Федерации этого вида спорта. Причина – профилактика коронавируса. Сегодня два поединка Гомельская энергия в гостях играет со строителем. Легион дома встречается с шахтером. Оба поединка проходят при пустых трибунах. После этого будет пауза до 6 апреля. 20-й тур без болельщиков. Белорусская ассоциация мини-футбола приняла решение о проведении предстоящего на этих выходных очередного тура чемпионата страны при пустых трибунах. Все матчи состоятся в субботу 21 марта. Согласно календарям Гомельская БЧ дома играет с Динамо БНТУ, ВРЗ с Дорожником, а Светлогорские ЦКК с УВД Динамо. Решение по проведению следующих туров примут позже. Что касается юношеского чемпионата по мини-футболу, то он приостановлен. В Гомеле состояли собластные Олимпийские дни молодежи по баскетболу среди девушек 2003-2004 годов рождения. Баскетболистки боролись не столько за победу в турнире, сколько за место в сборной области, которая примет участие в республиканских Олимпийских днях молодежи. Для юных баскетболисток этот турнир можно сказать выпускной. Отметить окончание своей школьной карьеры каждая хочет яркой игрой. Данное мероприятие в данном возрасте это девочки 2003 года это финал выпускные соревнования. Дальше они уже могут идти только в клубы команды мастеров. На этом у них спортивная карьера в школе заканчивается. Кроме лучших спортсменок, которые участвовали в областных Олимпийских днях молодежи, сборную региона усилят и воспитанницы гомельского баскетбола, которые сейчас учатся в училищах Олимпийского резерва или выступают за профессиональные клубы из других областей. В Гомеле завершилось первенство области по настольному теннису среди спортсменов в возрасте 18 лет и моложе. У юношей победу праздновал Виктор Каменщиков. На втором месте расположился Арсений Рященко, на третьем Алексей Кулагин. В состязаниях девушек сильнейшей стала Светлана Гридина, серебро у Софи Сычева и бронза у Алины Мельниковой. Победители предстоят Гомельскую область на первенстве страны. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова